Здравствуйте! Все самое важное и интересное из жизни города и горожан в информационной программе новости на канале Заречный. В студии Светланы Теплухина. Смотрите сегодня. Защита и безопасность. Управление гражданской защиты города отметило 15-летний юбилей. И сам город Заречный, и управление гражданской защитой всегда было на хорошем счету. И вот по итогам этого года управление признано лучшим в Пенинской области. Беспокойство преждевременно. Все льготы для ветеранов труда Российской Федерации сохраняются. Все, что касается зеленой книжечки, ветеран труда в соответствии с российским законодательством, у них ничего не меняется. Интересней, веселей, креативней. Культработники городов зато соревнуются в профессионализме. Мы привезли интересную игровую программу с цирковыми трюками. Мы готовы удивлять ваших детишек интересными, неожиданными выходами цирковых ассистентов. Все подробности далее, а начнем с главного. Полтора десятка лет на защите горожан. В год 80-летия системы гражданской обороны страны Зареченское муниципальное казенное учреждение управления гражданской защиты отмечает свой, пусть небольшой, но все же юбилей – 15 лет. Сегодня сотрудники УГЗ принимали поздравления. Развивать город, развивать городскую инфраструктуру в то же время невозможно без ущественного улучшения эффективности предупредительных мер, направленных на снижение опасности, на штабах и последствия аварийных чрезвычайных ситуаций. И сам город Заречный, и управление гражданской защиты всегда было на хорошем счету. И вот по итогам этого года управление признано лучшим в Пенинской области. Лучшей в регионе Зареченская система безопасности признана в третий раз. К юбилею УГЗ получило множество ценных подарков, в том числе трактор «Беларусь» от администрации города. Сотрудникам учреждения юбиляра вручили благодарственные письма и благодарности главы администрации. Отмечены были и городские предприятия и организации, наиболее успешно работающие в системе гражданской защиты. Одним из самых важных и ярких дел юбилейного 2012 года для управления гражданской защитой стало создание муниципальной единой дежурно-диспетчерской службы. Там, где знают все, что происходит в городе, побывала наша съемочная группа. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Единая дежурно-диспетчерская служба 05. Диспетчер Козидин, слушаю вас. Единая дежурно-диспетчерская служба – это официально. По сути же, 05 – это настоящая служба спасения. Зареченцы набирают этот номер и в случае серьезных ЧП, и из-за бытовых неурядиц. Прорвало трубу, не греет батарея, сломался лифт, во дворе гуляют лоси. Бывает, что в сутки здесь принимают до 100 сообщений, и ни одно не оставляют без внимания. Мы принимаем эти сигналы, обрабатываем их, и, соответственно, подключаем те дежурные службы, которые работают повседневно у нас в городе, для принятия мер по устранению возникших аварий и происшествий. Они ставятся на контроле, мы ежедневно уточняем ход ремонтных работ. Служба оперативных дежурных появилась в Управлении гражданской защиты 15 лет назад, с момента создания учреждения. И практически сразу здесь стали раздаваться звонки обо всех городских происшествиях, от застрявшей на дереве кошки до отключения электричества. Это было очень давно, это было где-то лет 14 назад. В медсанчасти в операционной отключился свет, а женщина была вскрыта. То есть это во время операции? Это во время операции. Я дежурил и связался со службой ЖСКХ, с электрослужбой. Совместно с электриками ЖСКХ Виктору Викторовичу удалось тогда восстановить электроснабжение, и операция завершилась благополучно. Сегодня единая дежурно-диспетчерская служба – сердце Управления гражданской защиты. Здесь круглые сутки держат руку на пульсе города. Сюда стекается вся информация о событиях в Заречном. Отсюда в случае чрезвычайной ситуации будет запущена система оповещения. И здесь же в случае необходимости может быть организована работа оперативного штаба управления городом. Отсюда можно напрямую связаться с Пензенским центром управления в кризисных ситуациях. С 19 городскими дежурно-диспетчерскими службами оперативные дежурные УГЗ поддерживают связь круглосуточно. И также круглосуточно здесь готовы прийти на помощь горожанам, попавшим в беду. Ожидается отряд посылок, к вам выезжают. Светлана Теплухина, Игорь Ведаков. Телерадиокомпания «Заречный». Ну и теперь к другим темам. Судебные приставы заботятся о том, чтобы нынешние предприниматели не остались без пенсии. Во всяком случае добровольно отчислять взносы в пенсионный фонд спешат не все зареченские бизнесмены. И если недобросовестный гражданин не хочет платить, судебные приставы придут к нему сами. Возможно, в сопровождении нашей съемочной группы. Делать отчисления в пенсионный фонд не обязательно, считают некоторые индивидуальные предприниматели. Долги с недобросовестных бизнесменов взыскивают судебные приставы. Вместе с ними по квартирам тех, кто оказался в черном списке, ходят и представители пенсионного фонда. Правда, чаще всего должников застать дома не удается. В квартире не проживает, имущество не имеет, номера телефона нет. Стандартный набор ответов, которые слышат приставы от родственников должников. А между тем, общая сумма задолженности растет. У нас из 2800 зарегистрированных предпринимателей по городу, где-то в районе 260 имеют задолженность. На настоящий день у нас 365 дел находятся в производстве судебных приставов. И общая сумма задолженности составляет около 2 миллионов. Если недобросовестного предпринимателя все же удается застать дома, то все его имущество арестовывается и описывается. Однако это не означает, что ему навсегда придется расстаться с материальными ценностями. А арест временный, а исправить ситуацию просто. Если должник оплачивает нам долг, это имущество остается у него. В случае неоплата арестованное имущество передается в торгующую организацию, с которой с нами заключен договор, и реализуется. Идя на сделку со своей совестью и против закона, должники забывают, что отчисление в пенсионный фонд – это вклад в их же будущее. Получается, что пока об этом будущем за них думают другие. Алина Филиппова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Обеспокоенность пожилых зареченцев вызвало сообщение об отмене части льгот ветеранам труда Пензенской области. Не разобравшись в сути, люди стали звонить в различные ведомства с вопросами, на каком основании пензенские законодатели собираются лишить льгот тех, кому звание присвоено федеральным законом. В действительности же речь идет только об изменениях, касающихся ветеранов труда Пензенской области. В вопросе разбиралась Елена Степкина. Из всех же предоставляемых ранее льгот – ежемесячная денежная выплата, компенсация части оплаты за телефон, ЖКУ, льготный проезд. С 1 января 2013-го остается только ежемесячное денежное вознаграждение в размере 300 рублей. Данная информация касается для тех лиц, которые получили звание ветеран труда Пензенской области, и на руках у них имеется красненькая книжка «Достоверение». Ветеранов труда Пензенской области в Заречном 196 человек. Остальные ветераны труда, которых в городе около 10 тысяч, получили почетное звание в соответствии с федеральным законом. Их нововведения не коснутся. Все, что касается зеленой книжечки, ветеран труда в соответствии с российским законодательством, у них ничего не меняется. Ветераны труда Российской Федерации будут по-прежнему получать и компенсацию платы за жилье и коммунальные услуги, и денежные выплаты. Елена Степкина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Концепцию развития ассоциации предпринимателей на ближайшие три года обсудили члены городского бизнес-сообщества. На сегодняшний день формальная численность ассоциаций около 50 человек. В городе же почти три тысячи зареченцев имеют свое дело. Как заявил руководитель ассоциации предпринимателей Игорь Шунин, новая концепция заключается в полном изменении формата зареченского бизнес-сообщества. Теперь она должна стать единой информационной средой. Нужно, наверное, подчеркнуть это создание единого информационного, в то же время как и обменного портала, то есть сайта ассоциации, который будет увязан с различными площадками нашего города, такие как клуб стратегического развития города, агентство стратегических инициатив, созданное Владимиром Путиным, и различными фондами, которые сейчас уже действуют. Это фонд поддержки предпринимательства. Также и фонд, который планируется в ближайшее время создать, это фонд местного сообщества. В работе заседания участвовал и начальник отдела рекламы телерадиокомпании «Заречный» Михаил Тихомиров. Он предложил бизнес-сообществу сотрудничество. В частности, члены ассоциации предпринимателей могут рассчитывать на скидку при создании и размещении рекламы на ТРК «Заречный». И теперь к другим новостям. Сегодня в городе стартовал второй конкурс работников культуры городов «Зато». 11 участников из пяти закрытых городов борются за звание самого творческого, артистичного, оригинального. Шесть человек представляют «Заречный». Помогут ли нашим культработникам родные стены – узнаем завтра. Ну а сегодня Алина Филиппова познакомилась с участниками конкурса. Работник культуры – это не профессия, это призвание, считает Ольга Пенькова. Она работает массовиком-затейником в культурно-досуговом центре «Современник». Но только не в Заречном, а в далеком, тоже закрытом городе Лесной. К нам приехала специально на конкурс работников культуры городов «Зато». Долго в культуре. Я вот лично работала и в цирке, и во Творце культуры. Ну, 20 лет во Творце – это точно. Мы привезли интересную игровую программу с цирковыми трюками. Мы готовы удивлять ваших детишек интересными, неожиданными выходами цирковых ассистентов. Вместе с Ольгой Пеньковой удивляли юных зареченцев игровыми программами еще 11 участников конкурса из пяти закрытых городов. Каждому культоработнику отвели 30 минут на работу с группой незнакомых детей. Цель – научить ребят чему-то полезному через игру. Жюри оценивало и творческий подход, и артистизм, и костюмы. Называется у нас этот этап «Делаю свое и по-своему». Это как раз те самые сложные моменты, которые любой модератор, любой человек, который выходит на аудиторию, выносит именно на суд зрителей. И от того, как он это преподнесет, зависит его профессионализм, оценка его профессионализма. Уже после обеда состоялся второй этап конкурса – презентация творческих проектов. Главная тема – современные способы организации досуга детей и подростков. Роликовые коньки, интерактивные игры – в общем задумок у участников масса, и все интересные. Это презентация – своеобразный обмен идеями, наработками. Это позволит сделать досуг молодежи в закрытых городах интереснее. Насыщенный конкурсный день закончился поздно вечером. Во Дворце культуры «Современник» все участники представили свои визитные карточки. Имена победителей будут названы в последний день форума работников культуры городов ЗАТО – 30 ноября. Алина Филипова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В Заречном продолжается конкурс школьных спортклубов. Один из претендентов на победу – спортивное объединение 221-й школы. Ребята и название своему клубу дали соответствующее – «Ника – богиня победы». Оправдаются ли амбициозные надежды юных спортсменов, мы узнаем совсем скоро. А пока познакомимся с ними поближе. Спорт – это непрерывная борьба. Спорт – это путь к победе. «Ника – победа» – такое имя носит спортклуб школы номер 221. Каждый, кто чувствует силу и решимость заняться спортом, может прийти сюда и выбрать что-то для себя. Научиться танцевать, стать метким стрелком, звездой футбола или баскетбола и не только. Мы увидим новых спортсменов среди наших учеников. И самое главное, что мы все-таки попробуем вернуть детей в спортивную жизнь. И, может быть, дадим стране новые рекорды, новые имена. Многие учащиеся 21-й школы уже работают над этим. Завоевывают кубки и медали на соревнованиях по каратэ, тэквондо, художественной гимнастике. Мария Бенина 8 лет в плавании и уже успела заслужить звание кандидата в мастера спорта. Сколько у тебя вот медалей сейчас на 6? Сейчас не знаю, но всего 55. Что для тебя спорт наш? Все. Пусть те, кто еще только становится участником школьного спортклуба, пока не так преданы спорту. Но они знают главное. Мы знаем в море, как наш гост и везти, любого соперника мы поедим. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». И еще о спортивной жизни. Завершилось первенство Пензенской области по плаванию по программе «Веселый дельфин». За победу в соревнованиях боролись более 160 пловцов, представители 9 школ плавания нашего региона. От «Заречного» выступали 42 воспитанника спортшколы «Союз». На счету наших спортсменов 15 медалей первенства. Илья Еремин одержал победу в многоборье. Он завоевал 4 золотые медали на различных дистанциях. Третьей в многоборье стала Яна Мышаева. У нее бронза в двух видах плавания. В тезле призеров соревнований – зареченцы Александр Долгов, Михаил Копылов, Егор Буданов, Евгений Кирсанов и Даниил Шебека. Кто из этих ребят поедет на Всероссийский фестиваль «Веселый дельфин», станет ясно в феврале, когда пройдут отборочные соревнования. Призеры прошедших стартов – претенденты на место в сборной команде Пензенской области. Попадут в нее только 16 спортсменов, поэтому пловцам предстоит еще побороться за путевку. Далее вас ждет коммерческая информация, курс валют и прогноз погоды. А я благодарю вас за внимание и прощаюсь до следующей встречи на родном канале «Заречный». По статистике большинство россиян трудятся с 9 утра до 6 вечера. Как ни странно, но и организации сферы услуг, в том числе и банки, работают в похожем режиме. И для того, чтобы, например, получить кредит, нужно отпрашиваться с работы или тратить обед. Совсем другая ситуация в банке «Экспресс-Волга». Для удобства населения все офисы банка в Пензе и Пензенской области, в том числе и в Заречном, работают в удобном проледенном режиме работы. С 8 утра до 8 вечера, без перерыва и выходных. Каждый житель Пензе и области может получить кредит банки «Экспресс-Волга» в удобное для себя время. В том числе утром до работы, вечером после работы, а также в субботу и воскресенье. Улучшение режима работы в первую очередь удобно клиентам банка по потребительским кредитам. Ведь их число постоянно растет. И это неудивительно. Деньги здесь выдают очень быстро и без лишних пюрократических проволочек. Ну, очень нравится то, что все удобно, просто. То есть не требуется ни поручителя, никаких дополнительных справок. Можно прийти в любое время и оформить кредит, также оплатить его. То есть не надо ни опрашивать с работы, ничего. Я послужу не очень хорошую. Получить любую сумму от 5000 до 1 миллиона рублей здесь можно совсем без поручителей. А пенсионерам займы предоставляются по льготной процентной ставке. Вас обязательно порадует простота и скорость получения денег всего за один час и без лишней бумажной волокиты. Оформите заявку на кредит от 5000 до 1 миллиона без поручителей в офисе банка в Заречном. По адресу улица Комсомольская, 10. Или прямо сейчас по бесплатному круглосуточному телефону в Заречном 200-002. Новейшее высокоточное оборудование. Надежное программное обеспечение. Высококвалифицированные кадры. Все это залог успеха пластиковых окон компании «Римстрой». С компанией «Римстрой». Курс валют в банке «Восточный экспресс». Американский доллар. Покупка 30 рублей 61 копейка. Продажа 31 рубль 61 копейка. Евро. Покупка 39 рублей 65 копеек. Продажа 40 рублей 85 копеек. Банк «Российский капитал» предлагает вам кредит надежный. От 15 и 9 процентов годовых. Ждем вас по адресу. Город Заречный. Улица Заречная, 1. Сенсационное снижение цен в строящихся домах малоэтажной застройки. Помещение в цокольном этаже на 132 квартале всего 18 тысяч рублей за квадратный метр. Спешите. Цена действует до 30 ноября. Справки по телефону 61-40-14. Мы, конечно, не настоящие волшебники. Но наше рождественское предложение заставит всех поверить в новогоднее чудо. Рождественский вклад. Более 12 процентов годовых. Восточный экспресс-банк. У меня идеальная работа. Работаю, когда хочу и сколько хочу. Ни перед кем не отчитываюсь. Такси «Гост» приглашает водителей с личным автомобилем. Свободный график. Работа без рации и без отчета. Телефон 65 65 65. Мечта, а не работа. За бытовой техникой и электроникой мы пойдем этим путем. В ЮСКИ! Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия «Росатом» и оперативные репортажи. Каждую неделю в программе «Страна Росатом». Стресс, головные боли, гипертония, синдром хронической усталости. Теперь мне этого не нужно. Чувствуй себя превосходно. Фотонный кристалл дал мне энергию и прилив жизненных сил. Фотонный кристалл ваше здоровье и долголетие. Я Елена Степкина, ведущая программы «Вопросы есть». Телерадиокомпания начинает новый информационный сезон. Новые вопросы, новые ответы. У вас возникли проблемы? Давайте решать вместе. Наша программа о вас и для вас. Редактор субтитров А.Семкин